Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В предыдущих видео мы с вами рассмотрели устройство и принцип действия полуавтоматов для отливки шоколадных плиток и шоколадных фигурок. В этой видео лекции мы с вами поговорим о расчете отливочных полуавтоматов для шоколада и плиток и фигурок. Отливочные машины. Отливочные полуавтоматы выдают первую продукцию после их пуска через длительное время ТТ. Это время около часа. Поэтому фактическое время выдачи продукции составит время ТАУР работы минус ТТ. Средняя производительность исчислится как отношение полученной продукции ко времени ТАУР работы. То есть по формуле. Рассмотрим пример. Определить среднюю часовую производительность плиточного полуавтомата за 7 часов работы, если его отливочная машина имеет производительность 1000 килограммов в час, а технологический цикл полуавтомата составляет 40 минут. Напомню вам в начале формулу для расчета производительности. Теперь мы подставим в эту формулу цифры и получим 910 килограммов в час. Теоретическая производительность отливочной машины рассчитывается по формуле. В полуавтоматах период Т равен 2Пи деленное на Омега и 1 деленное на Кси равно Г нулевое, где Г нулевое масса одного изделия в килограммах, а Омега – угловая скорость главного вала в радианах в секунду. Поэтому формуле производительности можно придать вид. Последняя формула при последующих расчетах менее удобна. Иногда бывает удобно определять производительность отливочной машины по количеству выпущенных рамок. Тогда можно записать. Механизмы отливочной машины имеют несколько периодов работы. Первый. Период Т большое, по истечении которого механизмы машины возвращаются в первоначальное положение. Второе. Период ТР, то есть интервал времени, через который из машины выходит одна рамка. Третье. Время ТТ, в течение которого рамка с формами находится внутри машины. Эти периоды являются исходными данными для кинематического расчета всех узлов отливочной машины. Период Т большой определяется временем необходимым для дозирования одной порции шоколада. Эта дозировка производится перемещением поршня в мерном цилиндре. Средняя скорость его движения зависит от вязкости шоколада. На существующих полуавтоматах она не превышает 8,3 мм в секунду. Такая малая скорость движения берется из-за очень большой вязкости шоколадной массы. Поршень в поперечном сечении имеет форму квадрата со стороной А или круга диаметром А. Соотношение стороны А к ходу поршня С обозначим через ню. В существующих полуавтоматах для шоколада ню равно от 4 до 3. Порция шоколадной массы Г нулевое определится по формуле. Выражая А через С в этой формуле и решая ее относительно С, получим формулу для вычисления С. Время Т, в течение которого дозируется одна порция шоколада, соответствует двум ходам поршня. После подстановки С получим Т. Если поперечное сечение поршня представляет собой круг, то вместо В в квадрате подставляем П на 4 В в квадрате. Период рассчитывается по формуле. Время ТТ пребывания рамки внутри машины складывается из времени Тау-Н ее нагрева до температуры заливаемой шоколадной массы, ТР заполнение ее массой и Тау-П перемещение ее до места загрузки. Последнее время следует сокращать. Время нагрева рамки массой ГФ кг и с удельной теплоемкостью С от температуры ТФН до ТФК в воздухе с температурой Т0 определяется по формуле. По периодам Т, ТР, ТТ производится кинематический расчет всех узлов отливочной машины. Полный расчет отливочных полуавтоматов для шоколадных плиток и полых фигурок смотрите на Boosty.tu по подписке. Из полной версии видео вы узнаете как выбрать размер формы и длину рамки так, чтобы весь заданный ассортимент изделий умещался в минимально возможное количество рядов по стороне в направлении движения. Как обеспечить плавное регулирование угловой скорости главного вала с учетом предела регулирования. Как провести выбор комбинированного механизма состоящего из секторных шестерен и мальтийского креста. А также расчет вибрационной машины для удаления пузырьков воздуха из шоколада. Расчет выколоточной машины для извлечения плиток из форм с планом сил. И согласование работы нескольких машин полуавтомата. Все это вы узнаете из полной версии видео, доступ который вы получите перейдя по qr-коду на экране и по ссылке в описании после подписки на boosti.tu. Если же вам неудобно подписываться на boosti по тем или иным причинам, то вы можете стать доном сообщества ВКонтакте, которое называется машины и аппараты пищевых производств. Для донов этого сообщества это видео также доступно. Ссылку на сообщество ВКонтакте я также оставил в описании. Благодарю за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю всего доброго и до новых встреч.